Наконец-то наступила весна. Как правило, все начинают худеть к лету. Один из факторов успеха – правильное питание. Оно может быть не только полезным, но и вкусным. В этом мы сегодня с вами убедимся в программе «Всегда готовь». Здравствуйте! Сегодня мы побываем на кухне у актрисы Театра Юного Зрителя Лилии Кендировой и приготовим правильное блюдо. Лилия, привет! Привет! Ну что, мы у тебя сегодня на кухне. Наступила весна. Хочется похудеть, бросить лишние килограммы. Что для этого сделать? А для этого нужно есть, есть и еще раз есть. Поменьше. Поменьше, но почаще. Почаще. Что мы будем готовить? Ой, мы будем с вами сегодня готовить запеканку. Запеканку? Запеканку. С чем? С чем? С курицей, с овощами и соусом де шамель. Обалдеть. Мы прямо перенесемся в Италию. Практически. Но это вкусно. Да. Запасайтесь терпением, запасайтесь блокнотами, ручками. Вам это пригодится именно тем, кто непосредственно хочет быть в идеальной форме к лету. Я надеюсь, мы с тобой будем в идеальной форме к лету. Мы будем. Ну, хотя бы чуть-чуть, пары килограммов сбросить, было бы уже неплохо. Это возможно. Это возможно. Причем, возможно, я думаю, недельки за три кто-то может похудеть и пораньше. Итак, мы приступаем. Да, Дима? Да, идем. Давай. Приступаем. 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 С чего мы начинаем? Начинаем мы с соуса. Итак, ставим сковородочку на огонь. Соус у нас вообще из чего готовится? О, соус у нас готовится вот из чего. Можно? Да, конечно. Так, нам непосредственно нужна мука. Мука. Но так как мы с тобой худеющие, худеющие, то нам нужна мука какая? Любая, кроме пшеничной. Угу. Поэтому мы на разогретую сковородочку. Да, обжечься можно. На сухую. На сухую, без масла. Обязательно на сухую, без масла. Вот, мускатный орех. Можно поехать? Да. Это точно мускатный орех. Сможете в этом не сомневаться. Да, да, да. А капуста у нас вот эта лежит, размораживается. Это тоже? Да, конечно, конечно. Куда же без капуста-то? Мне всегда было интересно, почему цветная капуста называется цветной, если она бесцветная. А, бог вы знаете. Вот я, кстати, не задумывалась об этом. Мы делаем все очень-очень простенько. Сейчас, наверное, чуть-чуть, побольше огонечек. Простенько, вкусненько и, самое главное, полезненько. Ну, вообще, Лидия, расскажи, кто тебя учил готовить? Никто. Никто. Муж. Муж. Папа немножко. Ну, вообще, когда мы стали жить с мужем, я не умела вообще ничего готовить. Мама все время говорила, девочка, мало ли, что ее ждет впереди. Может, по полной программе научится, захочет научиться. Так и было. И тогда, наверное, все мои друзья знают эту историю, когда муж мне сказал, придя с моря, он у меня моряк, сказал, малыш, иди пельмени свари. Я пошла. Вернулась и спрашиваю, я говорю, а какую воду заворачивать пельмени? Ну, вот как-то так, да, было. Было дело. А потом постепенно готовить не очень я люблю. Иногда увлекаюсь. Ну, во-первых, мало времени. Во-вторых, дети уже взрослые, подростки. И готовят сами себе. Дымится у нас что-то? Ничего, ничего, пусть дымится. Нормально, пусть дымится? Да, нам нужно, чтобы золотистый цвет приобрела мука. И доставим масло. Сливочное? Сливочное. Кстати, второй раз в жизни я готовлю это блюдо ппшное. Что такое пп? Правильное питание. Правильно. Теперь мы заливаем молоком. Абсолютно любое молоко. Можно я попробую? Да, да. Получится? Мешай, мешай. Активнее, активнее. Да, 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 да. Так нормально? Ну, отмально. Ну, мы будем много. Много? Молока, да. Так. Сейчас нам нужно все эти комочки разбить в течение пяти минут. А почему так? Ну, потому что будут комочки. Зачем они нам нужны? А почему именно пять минут? Так в рецепте написано. А. Этот рецепт я не подсмотрела. Этот рецепт мне прислали. Прислали? Мне рецепты здорового, правильного питания присылают в каждый божий день. Так кто тебя так спонсирует? Угу. Угу. Есть такие люди. Разглашать, наверное, не буду. Наверное, муж с корабля присылает. А, да, да, да. С ледокола. Он на ледоколе плавает? Да, сейчас. Ходит, ходит, ходит. Ходит. Ходит немножко. Да, да. Не те люди. Был бы он здесь, сейчас бы сразу поправил. Так, входит. А море входит? Входит во льдах. Ну, расскажи про работу. Ты стала актрисой. Как вообще сложился этот путь твой тернистый? Как я уже сказала, ходила я на танцы. Долго, лет девять, наверное. Ну, жила здесь же в Бежице, Дека Медведева. А потом получилось так, что наш коллектив принимал непосредственно участие в новогодних утренниках. То есть мы танцевали под елочкой, а потом в спектакле, в самом спектакле, спектакль назывался «12 месяцев». И мы были подснежниками. Вот тогда я впервые соприкоснулась с театром. А потом уже все само собой сложилось. Решила. Ты решила. Да, сейчас закипит. Сейчас закипит. В принципе. Может, я пока вот курицу порежу? Так, будем резать курицу. Это у нас кабачок или что-то? Это цукини. Ой, цукини, да. Цукини. Когда я дома режу что-то на кухне, мне жена говорит, давай я сама лучше. Да. Ты очень долго все кропотил. А мне же надо, знаешь, вот чтобы ровненько было. Да, да, да. Не, не, не обязательно. Ой. Дело в том, что на сковородке они будут все приблизительно одинаковые. Что-то я запутался. Что? Что не так? Молодец. Умница. Вообще мужчин надо хвалить. Это точно. Мы, девочки, мы очень часто забываем хвалить мужчину. Он режет курицу. На чужой кухне он справляется. Я здесь выстроил пизанскую башню с цукини, у меня получилось порезать. Это намного проще курицы. У нас же еще есть картошка. Картошка. Да. Она вареная или сырая? Нет, она сырая. Просто ее нужно тоненько-тоненько порезать, чтобы... Тоже ломтиками? Да. Так, цукини я забираю башенку. Хоп. И так же мы прокладываем слой. У тебя есть какая-нибудь вообще любимая роль, которую ты сыграла в театре? Связаны, наверное, с определенными режиссерами, которые либо поменяли мою жизнь, либо научили чему-то. Ну, таких режиссеров было немного. Ну, ведь каждому тоже свое, как говорится. У каждого свой режиссер. Прежде всего, это был Леонид Николаевич Кулагин, который, в принципе, меня и взял в театр. Для меня, прежде всего, режиссер – это человек с большой буквы. Если ты, извините, не очень человек, то в режиссуре тебе делать нечего. Ты не любишь людей, ты не любишь актеров. Ну, зачем? Зачем тогда? Следовательно, свои работы. Следовательно, да. Следовательно, да. Ты ею не беременеешь, а мучим. Ну, что у нас с картофелем? Ну, последний, последний остался. Последний, отлично. Последний вообще просто вздух. Я нарезаю эту картофельную. Супер. Все, я зацепляю. И вот эту картошечку, тонко-тонко нарезанную. Дмитрию мы отправляем. Ну, почти тонко. Тонко-тонко, нет, прекрасно. То есть хорошо, да, справились? Да, да, молодец. Молодец. Спасибо. Что делаем, как вы думаете? Поливаем соусом. Да. Все правильно, значит, я уже почти знаю. Да. Можно я соусом? Да. Я очень хочу попробовать. Пожалуйста. Даже чуть-чуть. Но не весь. Нам нужно будет еще залить грибы. Наверное, все-таки поначалу мы закроем фольгой. Оп. А потом раскроем. Давай, прижму. Прижимай. Я открываю духовочку. Так, время. Вот такой корабль идет в духовку. Ну, все. 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 Идем пить кофе. Готово? Всегда готово. Да, ну, пока у нас наше блюдо запекается, мы с тобой попьем вкусный чай. Кофе. 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 Да почему? И пообщаемся. Я знаю, что у тебя был большой опыт работы не только на сцене. Расскажи про него. О, опыт и работы не только на сцене полно. В пандемийные времена вдруг так получилось, что стало снимать фильмы. Короткий метр, клипы. И все это была военная тематика. Последняя моя работа, за которую, в принципе, мне не стыдно, о детях войны, детям войны посвящается, опаленные. Достаточно интересно пробовать себя. И на этом поприще, и на этом поприще. Ну вот. А в дальнейшем ты хотела бы развиваться в этом направлении? Да. Возможно. Я не знаю, что руководить мною в такие моменты, когда вдруг появляется подобного рода работа, или тебе кто-то предлагает. Но самое главное, чтобы в одной упряжке были порядочные люди. Чтобы тебя не подводили и не использовали. Это очень важно. Это, наверное, самое важное. Это самое важное. Чтобы получился хороший. Чтобы не каждый преследовал свое. Кто-то финансовую сторону, а кто-то творческую. Поэтому, если в одной упряжке, все получится. Оно получится и так, если есть упорство. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мне уже не терпится попробовать это блюдо. Потому что пахнет просто изумительно. Да, но как запеканка она не очень получилась, потому что жидковато. Ну, ничего, это я перебавила молоко. Я думаю, вкусно. Она не потеряет из-за этого. Ну, и так, да. Ну, что такое вкусное, а главное, правильное блюдо можно приготовить у себя дома на кухне, чтобы похудеть к лету. Спасибо большое, Лилия, за прекрасное блюдо, за хороший разговор. Всего тебе самого наилучшего. Спасибо. Спасибо, чтобы были у тебя интересные проекты, хорошие попутчики в твоей телеге. Спасибо. И все было хорошо. Ну, и вам всего самого-самого доброго. Девчонки, расцветайте вместе с весенними цветочками. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин